Добрый рано! Поступил в семинарию и не думал о священстве, о каком-то дальнейшем пути. Это был просто мой поиск Бога, поиск самого себя. А потом в семинарии, когда я учился, у нас была такая практика. Некоторые ребята ходили в онкобольницу и занимались онкобольными детьми. Когда я об этом узнал, то мне очень захотелось, как-то у меня загорелось внутри такое желание. Но случай не сподобился такого случая. Но через некоторое время Господь так управил, что меня направили в это место, в онкобольницу. Начали мы служить в приспособленном помещении. Здесь, где мы находимся, ничего не было. Ни иконостаса, ни алтаря. Просто была такая комнатка, которую нужно было приспособить. И тогда на тот момент у нас не было ни возможности, никаких средств. Просто служили здесь акафисты, молебны водосвятные. Приходили люди из больницы, брали в соседнем храме святые дары и их причащали. И явно видно было, что Господь просто не оставляет, что Он здесь. И как-то после молебны зашел мужчина, который потом рассказал, что говорит, «Я вообще к вам не собирался заходить в храм». А честно говоря, рассказывает, пошел, чтобы напиться. Почему? Потому что у него заболел сын, и он, как он рассказывал, не смог понести это горе, и нужно было что-то сделать. Но когда зашел сюда в храм, то сказал, что не пойду пить. Говорит, останусь здесь. Говорит, чем смогу здесь помочь? Я говорю, что вы умеете, я плотник. И я обрадовался, вот как Господь послал. И вот мы вместе с ним сделали иконостас, сделали престол, подготовили храм к служению. И, насколько я помню, давно это уже было, это в 2003 году, что первая наша литургия совпала с какой-то очень важной процедурой, которую делали мальчику. То ли химиотерапия, то ли операция. И мы вот эту литургию посвятили как раз этому мальчику, который лечился, папа, которого помогал нам здесь. Приходят в храм не только там с больницы, приходят с разных районов Киева, приезжают. Ну, понятное дело, что всё-таки больничное служение у нас самое главное. Поэтому и мы стараемся подключать тех людей, которые к нам, у нас, ну, как общее, единое такое духовное делание и к помощи больным. Наши дети бывают очень, знаете, вот так, когда есть возможность, они общаются с детишками из больницы, дружат с ними, вместе играют на церковном дворике, да, ходят к ним в гости. И это очень важно для всех. И для детей, которые там лечатся, потому что они в одиночестве, они долгое время находятся в четырёх стенах, вырваны из социума. Важно для наших детей, потому что, когда они видят, что есть другая сторона жизни, не только, значит, когда можно побаловаться, побегать, поиграть, там, заняться чем ты хочешь, вот, а что есть и такой крест. Вот, у многих так оно заставляет задуматься. Помощь может быть всякая. Вот, у нас, помним, лечились семья мусульманий. Вот, и они нуждались в каких-то средствах, каких-то, ну, в какой-то вот такой материальной помощи. Вот, и, конечно, мы помогали. Мы не разделяли, что это верующие, это неверующие, это мусульманин или ещё кто-то. Вот, и такую помощь, конечно, мы оказывали, да. Но это уже дело веры, это личное дело человека, да. Когда образовался наш приход, это было в 2003 году, то здесь в больнице не было фондов, волонтёров, и самое необходимое было, самое, вот, катастрофическое не хватало доноров. Буквально мамы в отчаянии, чуть ли не на улице хватали, там, прохожих людей, что когда нужно срочно переливание крови, от этого зависит жизнь ребёнка, да. И, понятное дело, что мы взялись как-то помогать в этом, да. И создался, подключились волонтёры, наши прихожане, создали сайт, вот. И на этом основании развилась такая даже всеукраинская ассоциация помощи онкобольным детям. Мы инструмент в руках Божьих. Вот, и когда Господу угодно, то происходят, ну, какие-то такие события, которые даже сложно, сложно описать, да, вот, всё-всё-всё начинает стыковаться, да, как некие пазлы. Вот, я познакомился с одним человеком, который, значит, он занимался тогда программированием, он стал нашим панамарём, мы с ним подружились, он создал этот сайт, да. И на базе этого сайта создалась вот эта группа, начали подтягиваться люди, каждый, кто, кто, чем может, набирались опыта, да. То есть это как живой организм, который начал расти, вот, который начал взращивать сам Господь. Это видно, что это не просто там усилиями, там, одного или двух человек, да, или даже прихода. Вот, и была такая проблема, и так Господь оправил. Знаете, зачастую это происходит всё, ну, так по-христиански, когда, не афишируй. Сколько раз было таких случаев, когда, ну, ты видишь промысел «Сво Божье», когда кто-то приносит какие-то средства, говорит, отдайте кому-то, кому сейчас важно, кому это нужно. Вот тут через, буквально сразу же приходят мамы и ребёнка и со слезами говорит нам, очень необходимый сейчас. Вот, и, оказывается, в этом конверте именно столько денег, сколько им сейчас надо, да. Вот, и, честно говоря, уже даже не удивляешься этим чудесам. И дети, и родители — это одна семья, это одно целое. Вот, и когда мы идём причащать детей, то, я думаю, что это огромное, большое утешение для верующих родителей. Да, и это есть духовная помощь и родителям, и детям. Периодически приглашают врачи и заведующие отделением, и другой персонал, чтобы осветить, пройтись по палатам, покрапить. Вот, и говорят, нам это очень нужно, нам это помогает. Некоторые врачи, есть верующие, которые приходят в храм, стоят на службах, исповедуются, причащаются, молятся. Я помню, была здесь заведующая, работала заведующая одного из отделений, вот, и они приходили вот сюда, в этот храм, она приводила своих пациентов. И говорят, вот мы сначала пособоруемся здесь, вот, поисповедуйтесь, причаститесь, а потом с Божьей помощью, вот, будет процесс лечения. И у неё всегда был хороший результат. Священнику в этом месте нужно быть очень внимательным, очень осторожным. Я помню, на одной из конференций одна девушка рассказывала такую историю, она опекала, как волонтёр, ВИЧ-инфицированного мужчину молодого, вот, и она очень к нему привязалась, они друг к другу привязались, и она со слезами на глазах рассказывала, как, значит, она говорила, мы будем верить, мы будем верить, что ты победишь эту болезнь, что ты выздоровеешь, что ты станешь здоровым и будешь вести полноценный, полноценный образ жизни. Вот. Эмма становилась всё хуже и хуже, да, и она больше и больше старалась его убеждать, как бы переломить эту ситуацию. Вот. В итоге он умер, а у самой этой девушки, ну, был просто огромный такой слом и надрыв. Вот. Конечно, нужно, чтобы был правильный объект веры, да, мы не верим в выздоровление или в какое-то событие, да, мы верим в Бога, от которого всё исходит, да. Каждую субботу мы служим литургией за детей. И после ранняей литургии, после этой литургии мы идём причащать, причащать всех деток. Вот. И я вижу, я понимаю, что есть такие вещи, которые, ну, невозможно там разговорами или какими-то словами, да, изменить или повлиять. Но когда Господь приходит, то Ему всё возможно. И все дети, вот вы сегодня видели, вот, по этим обстоятельствам, мы не смогли пройти по всем палатам, потому что отделение закрыто на карантин. Но те, которые могли выйти, они вышли. И очень жалели те, которые не могли выйти, которые привязаны к капельницам, да, и лежат после операции. Вот. Потому что они чувствуют, они знают, да, что это помогает, это действительно влияет. Это поддержка, это фундамент. Это посещение Божие. Очень ценное. Да, очень ценное здесь. Когда человек сюда попал, попал в больницу, то воля у человека зачастую ослаблена. Вот. И сделать какие-то решающие там шаги, что-то довольно сложно бывает. Хорошо, когда у человека было уже основание, когда он, может быть, родители водили в храм, да, или сам ходил в храм, да, или сам ходил в храм, вот. И он чувствовал уже эту жизнь, да, эту благодать и знает, куда обратиться, да, куда, где найти, где черпать эти силы, да, нанесение этого креста. Бывает, что человек здесь получил, вот, просто когда-то шел по территории, вот, и увидели священника, да, и что-то загорелось в сердце у человека, да, и пришел в храм, говорит, я просто видел, что здесь священник мимо проходит, да, пришел в храм, вот, здесь стою, здесь молюсь, вот, здесь мне хорошо. Вера — это тайна, тайна, которая, ну, непостижимая. Знаю, что Господь всем стучится, абсолютно всем, всех призывает, да, и у каждого свое время. Кто-то сейчас откликается, кто-то созрел, кто-то позже, вот. Многие, ну, часто мы ходим, больше всего мы сотрудничаем, чем, конечно, с детским отделением. Дети лечатся довольно долго. До года они могут, ну, находиться постоянно на сационаре, вот. Периодически мы приходим, значит, и, например, в палате есть дети, которые уже давно причащались, есть новенькие, которые пришли. Они смотрят сначала, может быть, с испугом или с недоумением родителей, да, что происходит, вот, потом интересуются, а потом сами в этом участвуют. Вот, и так это, ну, целый такой процесс, процесс богопознания, процесс, когда у человека зарождается вера в Бога, вот, когда человек ищет Бога, да, и находит, ищет ответы на свои вопросы в вере. Вот, поэтому, знаете, может быть, это и не должно быть каким-то массовым явлением, что вот вся больница должна. Хорошо было бы, конечно, было бы, если бы так. Но, наверное, Господь и привёл сюда для того, чтобы человек постепенно к чему-то созрел. Был случай, когда лечился мальчик, маленький мальчик, они приехали с Западной Украины, вот, и, значит, мальчика крестили. И так как не было крёстных родителей, то я крестил, стал восприемником. Вот, сейчас он уже вырос и учится в Почаевской семинарии. Вот, замечательный очень такой ребёнок, мой крестник. Вот, родители тоже поцерковились, родители церковные. Не знаю, историй таких действительно множество. У каждого человека есть свобода, да, и каждый человек этой свободой пользуется. И Господь никого не принуждает. Он призывает, но не принуждает. Знаю многих родителей, которые здесь поцерковились, и которые потом жизнь свою связали с церковью. Знаю тех, которые приходили сюда, и когда лечились в больнице, приходили в храм, очень радовались, когда приходил священник. Вот, а потом, когда уехали домой, и приезжали потом сюда на проверку, я спрашивал, как ваша духовная жизнь. Вот, они говорят, знаете, здесь было удобно, батюшка приходил, вот, храм рядышком, а мы в селе живём, там не так удобно, поэтому мы уже не получается ходить. Дети многие ассоциируют священника с самим Богом. Вот, недавно мы говорили с одной мамой, у которой ребёнок уже умер, она делилась вспоминаниями, говорит, когда вы приходили в палату, то она хлопала в ладоши, вот так, вот, Господь пришёл, Господь пришёл. Вот, к другой девочке я приходил в хоспис, вот, причащать её. Она уже была слабенькая, но она тянула руки вот так ко мне, чтобы я наклонился, и она меня обнимала. И я понимал, что она обнимает не меня, она обнимает Бога. Часто бывает такой стереотип, значит, бывает, что приходит кто-нибудь и жалуется. Вот я, говорю, своему мужу, там, или кому-то родственникам решила позвать священника. Вот, а у него сразу противление. Что, меня уже хоронят, у меня уже всё. Вот, а что, если священник, то, ну, это обязательно что-то связано там со смертью. Совершенно нет. Да, священник — это то, что связано с жизнью. Ведь Господь — это жизнь. И суть того, что смерть побеждена Богом. Да, и поэтому, если мы говорим, то мы говорим не о смерти, мы говорим о жизни. О жизни после жизни, да. О победе над смертью. Вот, и это важно. Когда сам хочет поговорить, то, конечно, мы обсуждали. Мы говорили, как готовиться к этому моменту, к этому моменту перехода. Вот. Что, ну, знаете, это такие вещи, когда человек готов слышать и хочет слышать. Вот. То можно говорить. В Евангелии есть такие замечательные слова. Господь говорит немножко о другом. Говорит, когда будут вас звать на суд, то не пекитесь, как и что говорить. Тух Святой научит вас. Вот. Есть вещи, которые, ну, можно заготовить, конечно, какую-то формулу, какие-то там слова. Но в таких ситуациях это всё пустое, искусственное, и тяжело, и неправильное. Вот. Во всех ситуациях, когда надо, я вижу, что сам Господь помогает сказать этому человеку то, что этот человек должен услышать. Вот. И что он может услышать. В таких ситуациях, каких-то пограничных, что не ум священника, не логика священника действует, а просто Господь что-то показывает. Потому что он хочет спасения этому человеку. Он желает спасения. А мы всего лишь навсего инструмент в руках Божьих. Вот. Который, которым, вот, может быть, и не очень хороший, но которым Господь всё равно управляет. Да. И поэтому я не знаю, что говорить ребёнку, когда он спрашивает о смерти. Вот если вы сейчас спрашиваете, то я не знаю, что ему сказать. Ну, когда я к нему приду, если Богу угодно будет, то он моими устами обязательно что-то скажет. То, что будет полезно этому ребёнку, да, и полезным будет родителям. И часто многие вещи просто, знаете, ну, хочется покрыть молчанием, что их невозможно объяснить, невозможно рассказать. Я точно не знаю, за что. Если Господь за что-то дал, то Он и ответит этому родителю. И вот. И родители должны сами найти. Может быть, не за что, а для чего. это целый процесс, процесс поиска, да, смысла. А для чего я здесь? А какой смысл моей жизни? И важно, чтобы человек сам нашёл ответ на этот вопрос, чтобы сам спросил Бога. А Господь ответит, обязательно ответит. Он не оставляет, никогда не оставляет. Бывают, конечно, какие-то доброжелатели, которые утешают в кавычках так родителей, что да, это тебя Господь наказал. Вот, конечно, если так воспринимать Бога, как карателя, ну, это совершенно неверно. Мы знаем, что Господь есть Любовь, есть промыслитель, что ни один волос из нашей головы без воли его не падает. Знаете, я вот вспомнил в житии святителя Савы Сербского, ну, просто так отвлечённо, чтобы, может быть, как-то пояснить, ну, можно пояснить как-то иллюстрационно. Был такой случай, когда он был ещё молодым монахом на Афоне, значит, он вёл такой очень добродетельный образ жизни. Он те средства, которые ему пересылали, так как он был сыном короля, то ему пересылали сербского, пересылали какие-то средства, он ходил раздавал. Вот, его очень любили, очень любили подвижники, монахи, отшельники. Вот, и как-то увидели, что при очередном набеге пиратов на Афон его пираты взяли в плен. То есть взяли, связали, взяли этого юношу и вместе с награбленным, значит, садят в лодку, чтобы отвезти и продать его куда-то в рабство. И один старец, который очень горевал, очень жалел, очень любил этого юношу, чтобы спасти его, подошел к этой лодке, нагруженной, награбленной, в котором сидел этот юноша, и со всей силы, как даст пощечину молодому монаху, что ты тут расселся, ты забыл, что ты на послушании, что ты должен работать, что какие обеты ты давал, послушание своему старцу, чего ты тут расселся, то скачил и побежал. Разбойники, как говорят сейчас, были в шоке, они не смогли сориентироваться, что это такое было. Они все ожидали, но не то, что будут бить этого монаха, которого должны были жалеть, но другого пути, способа спасения просто не было. Когда они узнали, кого они потеряли, эти разбойники, они рвали волосы на голове. Поэтому бывает, что Господь, наверное, опять Феофан Затворник говорил, что промысел Божий он непостижим. Если ты будешь разбираться в этом промысле, ты-то обязательно согрешишь. Поэтому я не берусь разбираться в промыслах Божьих. Но я только знаю, что если человек смирится, то тогда этот промысел для человека будет обязательно благим, как та пощечина для святителей отца Восербского. Один фонд сделал такую, как называть, акцию, действие. Они собрали родителей умерших детей и занимались с ними психологической работой, подготовкой. И вот и позвали меня как священника. И когда я пришёл, то подавляющее большинство этих родителей были очень сложно настроены. Мне сказали так, что вы будете адвокатом Бога, вы сейчас будете отвечать, почему Бог так поступил с нами. Это было очень тяжело на самом деле. разве можно сказать «за Бога»? Почему? Опять, это только человек, когда смирится, когда примет, когда познает Бога, когда захочет услышать самого Бога, то получит ответ. Но если он воспротивится и ополчится на Бога, это очень страшное состояние. это очень страшное состояние и очень тяжёлое состояние. Я сказал, что Бог не нуждается в адвокатах. Я сказал, что говорил, очень тяжёлый был разговор. И как бы то ни было, я показывал, что что бы ни было, я люблю своего Бога. У меня пятеро детей, и я понимаю, что и меня может не миновать и этот крест. и те дети, с которыми я общаюсь, с которыми долгое время причащаюсь, дружим с ними, когда они уходят, конечно, это очень больно. Но мы верим в Бога и верим, что за этой жизнью есть другая жизнь, лучшая. если это не поставить в основании, то, конечно, это безвыходный тупик тогда. Хороших историй больше. Здесь больница многие дети выздоравливают. А есть такие чудные истории, совсем чудные истории. Да, когда одна женщина, значит, я причащал ребёнка, и уже не будучи там, не имея медицинского образования, уже понятно, что очень тяжёлое состояние, и что похоже, что для ребёнка уходит. Вот. И мама рассказывала, что они поехали в Почаевскую Лавру, и там один священник посоветовал, говорит, что если может быть попробовать дать обед, что если этот ребёнок выздоровеет, то ты возьмёшь ещё ребёнка из интерната. Вот. Она рассказывала, что она сначала не приняла это. Говорит, как, это ж тяжело. Потом, когда прошло время некоторое, и она уже была одна, на руках с умирающим ребёнком, она вспомнила это, и говорит, как сердце загорелось, встала на колени и с раданием сказала, Господи, если спаси моего ребёнка, а я вот обед такой сделаю, дам, что я возьму ребёнка из приюта. И говорит, к её даже страху и удивлению тут же ребёнок перестал от боли плакать, когда у него боль была, да, вот успокоился. И вскоре она пошла по месту жительства в больницу и получила такой довольно жёсткий такой от врачей говорит, что вы нам голову морочите, какая онкология, ничего тут нет, зачем вы мамы нас обманываете. И когда мы приехали сюда, посмотрели действительно то, что было в снимке, опухоль, огромная она, она исчезла. И такое чудо сотворил Господь чудо на глазах. Они приезжали сюда. Я не мог поверить своим глазам, да, тот ребёнок, который я видел, что вот она уже уходит, уходящая, резвая, весёлая, радостная, ничем не отличающаяся от всех других детишек. Точно так же мальчик, у которого была очень сложная болезнь саркома коленного сустава. И врачи всё, что могли сделать и не сделали, но опухоль осталась. И вот они поехали так же вот в лавре были по Чаевской и молились о Богородице. Ребёнок почувствовал себя намного лучше. Когда приехали, тоже они увидели, что опухоли нету. Да, и в знак благодарности они заказали там по Чаеве копию иконы Богородицы, и она сейчас находится у нас на царском братане. Ещё один такой случай, который очень так запомнился. Долгое время лечился здесь мальчик старший, и мама его очень молилась. Как не придёшь на службу, на сранние службы, она стоит на коленках даже перед храмом, всеслужбанных на коленках. Так крепко молилась, просто чувствовалась. И значит, та сложная болезнь, которая у него была, которая очень плохо обычно подаётся лечению, поддалась. Но это ещё не завершение этого рассказа. Ребёнок выпил, выписали, поехали домой, вот, а старший мальчик, компания какая-то была в городе, вот, и выздоровевший, он пустился во все возможные, да, начали, вот, как мама рассказывала, начала, начал, ну, употреблять какие-то там алкоголь или курить что-то такое. Мама поняла, что это, это, избавление от онкологии, это ещё не самое важное. Есть вещи, которые намного поважнее, да, это душа, чтобы душу от греха избавить. Она продолжала точно так же молиться. и, значит, то, что у него было на коленке, у него начало протез, начал какие-то процессы, появился свищ, начал, начал течь гной, жидкость, и снова больница, и снова больница. И прошло довольно много времени, пока этот ребёнок, мальчик, понял, да, что та болезнь, это было ему посещение Божие, чтобы его, наверное, отоградить от чего-то худшего, более худшего. И когда он уже понял, когда созрел, вот, когда, ну, так вот, он стал действительно уже зрелым христианином, всё, всё, всё это прошло. Точно мы знаем, что мама вымолила. Теперь он чемпион Украины, если не ошибаюсь, по пауэрлифтингу, по жиму штанги, лёжа, вот, среди инвалидов. Вот, есть его фотография, где он с огромными мышцами, просто здоровый человек, а главное, со светлым лицом. Главное, чтобы мама вера была. Был случай такой интересный, когда лечился ребёнок, ребёнок причащался, ребёнок тянулся, а мама не было веры. Не было веры. И, значит, когда-то она рассказывала, что приснился, у ребёнка были проблемы с лёгкими, был специальный аппарат, должна была быть операция, вот, и мама рассказывает сон. Говорит, я приснился ночью, накануне операции, которая должна быть, что, говорит, я начала молиться. Молиться, говорит, на церковно-славянском языке, так, как вы молитесь. Я, говорит, никогда так не молилась. Но у меня шла из меня вот эта вот молитва, я так молилась из-за своего сына. И когда вот проснулась, то увидела, что аппарат, который был к мальчику подключен, к лёгким, он не работает. А он может не работать только в некоторых случаях. Либо лёгкие заработали, и тогда аппарат отключился, либо аппарат сломался. И когда сделали проверку, наспех уже мальчика приготовили к операции, она настояла, чтобы проверили, основательно проверили. Оказывается, что аппарат исправен, лёгкие заработали, и операция стала ненужной. И вот мы говорили с мамой, ведь явно Господь показал, да, что молись, и всё в твоей молитве возможно. Да, Господу, всё возможно, лишь бы был только ходатай, лишь бы мама этим жила. Прошло время, мама остыла. Точно так же она, не знаю почему, но очень так холодно и скептически начала относиться снова к церкви и к вере. Прошло время, мальчик умер. У меня такое внутреннее ощущение, чтобы есть, и мама откликнулась тогда на этот призыв. И мальчик бы жил, и мама бы радовалась. Знаете, там, где боль, там и Господь. и это очень чувствуется, очень осознаётся. Вчера после службы я поехал, позвали родителей, девочки, которая лечилась из больницы, она умерла. И теперь хорошие, очень замечательные такие муж, жена, папа и мама. папа заболел, папа онкология, папа умирает. Они уже 19 лет вместе, они говорят, мы ни на день не разлучались. Всё вместе, всё, что мы не делаем, всё вместе. Знаете, вот есть такие семьи, просто потрясающие. мама увозила ребёнка, они увозили ребёнка домой. Ребёнок умер в машине, в реанимобиле. Сейчас, значит, мама лечит своего мужа, ну как лечит, тоже палеотип, и они снова едут домой в том же самом реанимобиле, умирающего мужа. Я вчера приехал, они попросили повенчаться. Они не венчаны. 19 лет они жили, вот, но не венчаны, да. Мы в палате совершили это венчание. Вы бы видели, сколько у них было радости, сколько было в этом моменте настоящей, самой настоящей жизни. Сёстры, которые там это наблюдали в больнице, вечером на взрыв рыдали. Это невозможно вместить. Понимаете? Они улыбаются, они счастливы. Он умирает. она едет хоронить, везти своего мужа. Неизвестно, доедет он домой или не доедет домой. Это есть какие-то такие совершенно противоположные вещи. С одной стороны, та тяжесть, которая совершенно неподъёмная, вот, вот, ну, совершенно кажется неподъёмной. А с другой стороны, благодать, которая даёт силы, чтобы понести эту тяжесть, ещё в этой тяжести даёт, как ни странно, радость. Понимаете? И когда ты в этом участвуешь, ты живёшь не только этими, ну, не только болью, а ты переживаешь ещё ту благодать, которую Господь даёт этим людям. Спасибо.